Магазин для колдовескателей и любителей приборного поиска у Деда Мики рекомендую. Ссылка на магазин под видео в описании. Также не забываем про промо-код СТРАТНИК. При покупке МД получаем бонусы или скидки. Сейчас 5 часов утра, ночью был мороз, минус 5. А мы сегодня приехали, часа где-то на 3, до 8 утра, на бывшую деревню. Когда-то здесь стояла деревня, она уже, конечно, хоженая-перехоженая, зашурфленая. То есть мы ее тут практически всю перешурфили. Сейчас у нас будет такой эксперимент, скажем так, небольшой. Посмотрим с вами, что еще можно будет найти на выбитой деревне. Возможности подальше у нас в этот раз нет съездить, так как дела. Ну, соответственно, решили провести вот такой вот эксперимент небольшой. В общем, посмотрим, что можно найти на нами же выбитой деревне еще. Так, все, мы собрались. Сейчас будут у нас эксперимент. Секретное выбитое место. Секретное, ушатанное насмерть. Что даже уже, даже уже железо отсюда увезли. Две копеечки александровского формата. Как могу видеть, состояние будет хорошее, когда помоется. Погода, если получится, сейчас посмотрим. Нет, пока не посмотрим погоду. Состояние, вот видите. Состояние, вот, ушечки будет замечательное. Пока, пока наш эксперимент приносит плоды, да? Ну, как бы, да. Ну, ушатанном месте. Приносит плоды некие. Попалась вот такая штучка. Недрючка керамическая. Чуть показ, не пойму от чего она. Может быть, сначала думал, что чернилинцы. Козные, вроде не похожи. Скольчик есть небольшой. Потом разберемся, посмотрим. Что это такое? Вот еще двушечка. Тридцать первый год, по-моему, не знаю. Сейчас плохо видно здесь. В камеру. Может, с этой стороны хорошее. С той стороны. А, наверное, отмокнет. Советинка такая. Что-то там еще звенит. Замечательный экземпляр. Рыболовный крючок. Доисторический. Попался. Латунный. С посеребрением. Пятачок вашему вниманию. 56-й год. Практически ранние советы. Реалитетные ранние советы. Двушечка. 55-й. Ну, вот так вот у нас тут. Ну, что-то на месте. Вроде процесс идет небольшой. Эксперимент уже удался. Тут у нас. Вот. В общем, время терять не буду. Разный всякий. У нас тут хабар нарисовывается. Ну, да, тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Короче. Там лежат еще штук десять уже монеток. Вот так. Леха положил. Герб был бы сейчас, да, герб был бы сейчас так, чек-вырезать, и вот хорошая штучка коллекционная. Что-то так вот. Пока как-то так. Процесс идет у нас. Погода разгуливается. Мы тоже уже разгулялись. Сейчас скоро будем как-то соловьи петь. Где-то куча охотничьих собак лазил. Вроде хуманились. То есть, потаскались около нас. Прям медом тут намазано было. Места больше не было где потаскаться. Там, а что это нашли? Пятачок. Двадцать четвертого. Такой прям весь хорошенький. Будет. Ага, вспомнил он опять гавку. Там что-то все лазит. Чуть потерто, конечно. Но. Но так пятак. Четкий. Без окислов, без всего. Отличный монитосик. Тут ручка была перьевая, но где-то там развалилась она. Осталось перышко одно. Осталось одно перышко. Мы сейчас копошимся, где домики стояли в свое время. Тут так копошимся потихонечку. Там-сям. Хотя все, в принципе, уже подушатно так нормально. Мы в том сезоне, чуть ли не пол сезона, да, так что-то? Ну не пол, но так. Пора пререзать. Да побольше, наверное, даже. До этого еще сколько были. Ну, такие дела. Экспериментас у нас. Забыл совсем показать. Ножи кухонные. Такой. Хороший. Картошку чистить. Нет, под картошку там чисто такой, миниатюрный, маленький. Раньше женщины-то были. Коня на скаку останавливали. Так что, соответственно, ножики такие были. Сейчас мизерная. Раньше это был обычный, маленький столовый ножичек. Вот. Такой. Килограмма на три весом. С пылу, с жару. 52-й год. Древушка, значит, пропала в 50-х годах, соответственно. И мусорок. Этих годов попадают. Ну, и монетки, соответственно. По-моему, 51-й, Анна. Погодка-то творить, как у нас разгулялась. Красота. Вообще шикарно. Даже не ожидали, что такая погода будет. Сигнальчики-то у нас идут. Монеточки-то капают потихонечку. Шедеврального пока ничего, но количество идет потихоньку. Потихоньку монеток. Сейчас передохнем и дальше. Итак. Еще один пятачок. Да, только в 26-й год. Вот кучка набирается уже монеточков. Примуса была вся целая. Она в руках рассыпалась, отржавела вся. Осталась вот такая латунная штучка. Ручечка. Цветмет пойдет. У нас еще капиндосик, по-моему, 48-го, что ли. Гоны маленький-маленький. Советики. Царей мало. Советики идут. Еще немножко время есть. Посмотрим. Может быть. Царей сейчас еще поднакопаем. И так. Как можете видеть, сегодняшний наш эксперимент принес нам вот такое количество монеток. Время сейчас без 28. Приехали в начале 6-го. Еще раз повторюсь, как в начале видео уже говорил, что поехали рядом. Времени не было. Нет нас сейчас ехать куда-то. Поехали на те места, где уже сами миллион раз были, шурфили. И решили провести эксперимент. тут еще цветные проволочки накопали. Штучка латунная. Игрушечка. Ну и так по мелочи. Тут не знаю, даже не пойму я, что-то. Может быть, чернильницы, может быть, и нет. Вот такой вот у нас результат. Погода разгулялась. Как говорится, копать-докопать еще. На времени у нас нет. Сейчас уже надо ехать домой, к сожалению. Погодка прям вообще шик, тишина, красота. Итак, мы уже переоделись. Сейчас Алексей там он что-то приковыряется. Да и выезжаем. Вот хотел вам показать насколько здесь места все ушатанные. Вот они тут дырки горе-копателей. Причем такие двухдневные давности. Тут их очень много на самом деле такие незакапанные, которые у нас даже машина стоит. Заднее колесо в такой капухе. вот здесь все вот так изрыто дырками. Местечко было такое классное, конечно, в свое время. Ну и советский мусор присутствовал. Очень много его там же все-таки 50-е года. Потом эти шли расселения, переселяли из этих мелких деревушек уже куда-то в одно место. Более такое крупный населенный пункт здесь в 6 километрах село есть. А тут вот он тоже фундамент, но он весь перекопан. Тут кто-то еще видимо пытался что-то немножко наверное около печки пошурфить, хотя этот фундамент весь уже перекопан давно. Там тоже перекопан. Такая небольшая экскурсия по ушатанной деревушке. Здесь уже зарос, но он очень глубокий был такой мини-пруд. Искусственный деревенский водоемчик. Ну и в общем какое заключение я могу вам сказать а в заключении могу вам сказать то, что нельзя сказать, что выбитых мест не бывает конечно ложные заблуждения по одной простой причине то, что наверное может быть у всех по-разному понятие выбитых мест не бывает. но наш эксперимент на очень сильно таком исхоженном перешурфленном месте как могли видеть принес положительный результат. Делайте выводы сами. просто сам факт того, что некоторые говорят, что выбитых мест не бывает, могу возразить и даже привести такой некий пример в плане того, что при ходьбе на тех же самых выбитых полях конечно же вы найдете 2-3-5 может быть монеток но состояние этих монеток какое будет это раз во-вторых стоит ли полдня топтания по полю то есть вот этих трудозатрат чтобы выкопать какие-то там 2-3-5 монеток и зачастую причем эти монетки они обычные рядовые да еще в хреном сохране просто я по группам смотрю в группах наблюдаю бывают такие фразы когда люди выкладывают монетки там по сути там две монетки есть три пятачок еще что-нибудь и люди говорят что выбитых мест не бывает да не бывает конечно в любой деревне вот мы вам сейчас просто наглядно показали что можно найти на ушатанной деревне причем она ушатанная сами лично здесь миллион раз копали так что выбор конечно у каждого свой каждый выбирает сам где ему копать так вот так вот выезжаем сейчас с этой деревушки там там вот вон там клея засели там насмерть полянки с той стороны места конечно красивые но ну блин ну ты вроде люди должны больше арахаться но к сожалению пусто там пусто сейчас по сути едем по самой деревне поедем да тут кстати дорогу кто-то ископал вся вкопуха в дырах как так Продолжение следует...